В этом видео я хочу сделать обзор приложения Lumi. Как видим, его издатель InShot, что уже само по себе нам говорит о качестве. У меня оно уже скачано, поэтому я его открываю. Давайте загрузим какую-то фотографию, которую я заранее подготовила, и посмотрим, какие здесь есть функции. Вот внизу есть панелька инструментов. Первое, что мы можем сделать, это обрезать фотографию. Здесь нам сразу подсказки идут для разных социальных сетей. Также здесь поворот и наклон. Нам ее не нужно в данном случае поворачивать. Давайте возьмем для примера Instagram квадратное фото. Можно подвигать эту рамочку, выставить так, как нам нравится, и нажать галочку. Далее у нас в панельке инструментов есть очень много фильтров. Фильтр просто простым нажатием добавляется на фото. Делает фотокоррекцию. Можно выбрать тот, который нам больше нравится. И можно подрегулировать его интенсивность. Можно его убрать, например, на 30%. Далее у нас идет ручная регулировка. Вот здесь тоже большое количество инструментов. Они обычно стандартные для большинства фоторедакторов. Это яркость, контраст, тон, зернистость, выпуклость. Вот выпуклость такая интересная. Видите, оно делает размытие фона, но в нашей фотографии оно слишком размывает лицо девушки. Атмосфера. Это цветокоррекция. Далее виньетка по краям фотографии делает затемнение. Тусклость. Ну это вы видите, что происходит. Резкость. Вот можем добавить резкости, если нужно. Меньше шума, наоборот, размывает фотографию. Ну можем и просто меньше поставить процент. Тогда нормально смотрится. Четкость. Это тоже что и резкость. Температура. Вот здесь можем тона фотографии регулировать. Вибрации, честно говоря, не знаю, что такое. Тоже что-то с цветокоррекцией связано. Насыщенность тоже. Либо слишком насыщенные цвета, либо можно вообще сделать черно-белую фотку. И тон кожи. Если есть человек на фотографии, можно тон кожи увести ближе к желтому, либо ближе к красному. Вот такие здесь есть регулировки ручные. Дальше у нас вкладочка эффекты. И вот здесь есть много всякого интересного. Заходим во вкладку свет. И есть вот такие засвеченные эффекты. Можно накладывать на фотографию и регулировать их интенсивность. Тут есть бесплатные. В первой вкладке дальше идут платные. Вот есть во вкладочке любовь. Тут есть еще вот такие интересные летящие объекты. Сами эти объекты можно двигать. Можно уменьшать, увеличивать. И поворачивать. Выставлять так, как нам нужно на фотографии. И еще мне здесь понравились вот такие эффекты призма. Но тут уже пошли платные. Если мы из вкладки эффекты стрелочкой вернемся назад, вот здесь посмотрим, есть еще другие. Например, вот такой бинг. Вот такие интересные звездочки. Но они не двигаются. Я не могу подвинуть, так как мне их хочется. Выберем без него. И тут еще есть сияние. Вот такая тоже штучка. Сияющая ее интенсивность. Можно регулировать. Но, к сожалению, не могу подвинуть. Для того, чтобы убрать любой эффект, который мы наложили. Вверху есть такие часики. И вот то, что мы только что добавили, можно убрать. Ибо сбросить все. Но пока не будем все сбрасывать. Следующая текстура. Вот здесь интересные такие эффекты. Состарившиеся бумаги. Тоже здесь есть много бесплатных. И потом идут платные. Вот смотрите, такие состарившиеся бумага. Царапины, сгиб. Но очень много. В некоторых случаях, для некоторых фотографий можно это применять. Дальше вернемся стрелочкой назад. Есть эффекты глич. Но их тут тоже немного. Вот такие эффекты тоже можно регулировать. И погода. Вот можем... Давайте уберем глич. Есть вкладка погода. Вот смотрите, такие интересные облака. Ну, конечно, не для нашей фотографии. Но в некоторых случаях, наверное, это будет интересно. Туман. Тоже можно двигать и регулировать. Выставлять так, как нужно. И есть еще атмосфера. Вот тоже, кстати, очень интересный эффект. Это такая тень на фотографиях. Два бесплатных. Дальше идут платные. Осветление. Ну, на нашей фотографии его не видно. И оно, кстати, двигается. Тоже можем применять регулировку. И, кстати, вот осветление. И есть инструмент резинка. Мы можем его вытирать там, где нам не нужно. И оставить только там, где нужно. Давайте уберем атмосферу. В эффектах экспозиция. Мы можем накладывать какую-то другую фотографию. Получается, фото на фото. Выставить так, как нам нужно. И верхняя панелька. Здесь мы выбираем эффект, как оно будет накладываться. В данном случае выглядит не очень, честно говоря. Но с этим надо экспериментировать. Вот есть тут огромное количество разных эффектов. Можно регулировать интенсивность его, прозрачность. И выставлять, каким образом оно будет накладываться на фотографии. Так, чтобы убрать его, заходим в эти часики и убираем. Следующая вкладка «Слои». Вот здесь можно добавлять текст, стикеры, границы на фотографии, рамки. И есть даже немного шаблонов бесплатных. И много очень платных. Что касается текста. Мы просто вводим текст. Можем выбрать для него начертание. Но, как это часто бывает, эти шрифты не применяются к кириллическому. Не все шрифты применяются к кириллическому. Они в основном рассчитаны на латинские буквы. Для текста также мы можем выбирать цвет из предложенных. Или выбрать его на такой палитре. Либо взять пипетку и выбрать цвет из самой фотографии. И еще в тексте есть подложка, может быть, под текст. Мы тоже выбираем ее цвет. Может быть, тень для текста. Вот видите, сама тень и ее размытие. Она может быть более резкая и более такая размытая. Если мы нажмем на сам текст и нажмем карандашик, мы попадаем в редактирование. Прозрачность еще есть для текста. И для текста это, в принципе, все функции. Следующая вкладка стикеры. И здесь их тоже огромное количество. Вот смотрите. Самых разнообразных. Вот эта вкладка мне особенно понравилась. Здесь мы можем выбрать форму. Например, круг или квадрат. Выбрать заполнение этой формы. Увеличить, уменьшить, повернуть. Вот есть такие цветовые эффекты. И есть размытие. Вот, например, такое размытие. И еще два других размытия. Интересные такие накладки на фото. Дальше идут разные новогодние. И здесь можно походить, посмотреть. Очень много всяких стикеров. Следующая вкладка граница. Здесь все просто. Рычажком мы выбираем толщину этой границы. И границу можно заполнить узорами. Тут есть бесплатные узоры. И много платных. Либо можем подставить градиент. Градиенты все бесплатные. Убрать. Заходим сюда. И границу убираем. Рамка. Это уже такие готовые рамки. Но здесь бесплатных не так уж и много. Вот такие есть. Дальше. Такие рамочки. И такие поляроид рамочки. Ну и, конечно, огромное количество платных рамок. И шаблоны. Вот шаблоны. Да, это как будто бы для сториз. Здесь можно редактировать текст. Двигать его. И здесь тоже несколько штук бесплатных. Фотографию внутри этого шаблона тоже можно подвигать. Следующая вкладка называется HSL. Это более детальная регулировка цвета. Вот мы можем регулировать оттенок. Например, если в фотографии присутствует такой красно-розовый оттенок, мы можем его уводить либо в красное, либо в розовое. Либо этот оттенок вообще убирать в ноль. Но поскольку у нас такого цвета в фотографии нет, мы ничего и не увидели. Давайте возьмем желтый. Например, желтые тона в фотографии можно сделать более зелеными, как вы видите. Либо увести вообще в красное. То есть вы заметили изменения. Или все желтые тона увести в черно-белый цвет. Вот такое может быть. Например, возьмем зеленый и тоже уведем в черно-белый. И получается, что у нас девушка цветная на фото, а фон черно-белый. Вот такой тоже интересный эффект получается. Давайте это сбросим. С этими цветами можно хорошо поэкспериментировать. Следующая вкладка Background. Это задний фон. Вот здесь тоже есть простор для творчества. Размытие фона. Если мы берем по умолчанию, задний фон размывается. Как вы видите, девушка более резкая, а фон размытый. И интенсивность этого размытия мы можем регулировать на максимум. Ну или до нуля. Если нам не очень нравится, как по краям произошло размытие, мы можем выбрать резиночку. У нас появляются два инструмента. Ластик и кисть. Там, где нам не нравится, например, шапку ей сильно размыло, а мы берем кисточку. Ну это, конечно, ювелирная работа. Тут надо постараться аккуратненько. И можем вернуть. Вернуть четкость этим краям. Либо же, наоборот, ластиком взять и замазать то, что мы хотим. И есть еще, видите, в платных версиях эффект движения. Спираль. Такое радиальное. И вот интересное. Здесь надо взять кисточку. Девушку, например, выделить. Ластиком тут еще позамазать. Такой интересный фон, но он платный. В бэкграунде есть глич фона. Но тут только два бесплатных. И рычажком можем регулировать этот глич. И второй глич. Вот такой тоже можем делать так, как нам нужно. Либо выбрать вообще без него. В боке фона. Вот здесь мне тоже понравился эффект. Например, ромбики. Задний фон становится таким размытым. И с ромбиками можно регулировать его интенсивность. И тоже есть инструменты. Резинка и кисть. Можем тут края подправить, где нам не нравится. Ну, это такая тонкая работа. Есть еще клон объекта. Вот такие интересные функции. Вот сам клон этот можно сделать более насыщенным, либо более размытым. Можно его двигать, его место расположения и его расстояние. Вот такой еще есть клон. Таких много клонов. Здесь мы выбираем расположение и расстояние от основного объекта. И вот такой еще тоже интересный клон. Здесь расположение и расстояние. И также его насыщенность. И остальные вот еще эти два очень похожие из тех, которые уже были. И еще есть платный, но непонятно. Он просто размывает, по-моему, фотографию и все. Дальше смена фона. Вот здесь тоже интересная функция. Вот если мы выберем прозрачный фон. Как видите, фотография вырезалась, но неаккуратно. Для этого мы нажимаем на ластик. Переходим вот сюда. И здесь тоже ювелирная работа. Чтобы его, чтобы вырезать. Кисточкой вернуть. И вытерлось слишком. Резиночкой наоборот вытереть. Я не буду занимать просто ваше время. Показываю только принцип работы. И здесь есть автоматическая замена фона. Как видите, можно сделать однотонный фон. И в том числе и белый фон. Иногда нужно для некоторых коммерческих целей показать объект на белом фоне. Вот здесь можно воспользоваться этой функцией. Сначала вырезать объект, потом поместить его на белый фон. И есть еще тут фоны вот такие. Разные, абстрактные. Два бесплатных, остальные платные. Вот еще есть фоны с природой. Интересные бесплатные две штучки. Вот такие есть фоны. Ну, в общем, можно посмотреть. И поиграться с этими функциями. Последняя вкладка. Фон экспозиции. Фон экспозиции. То есть получается, что в вырезанный объект добавляется какой-то, накладывается фон. И можно его регулировать интенсивность. И давайте еще последняя вкладочка. Кривые. Здесь цветокоррекция. То есть мы делаем фотографию темнее, светлее. И можно работать с отдельными цветами. Красный, зеленый, синий. Красный либо удаляем все красные тона из фотографии. Либо наоборот добавляем. Но это тонкая настройка такая уже. То же самое с зеленым. То же самое с синим. Ну вот, друзья, мы посмотрели все инструменты данного приложения. Мне показалось, что приложение довольно интересное и богатое разными инструментами. Если вам понравился обзор, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. И до новых встреч!